Елена, здравствуйте! И начать, пожалуй, свой ответ я бы хотел с цитированием одной фразы, которая, мне кажется, уместна здесь. Это необходимость раздает возможности. И действительно, по мере необходимости люди открывают в себе все новые и новые, возможности все новые и новые силы, все больше и больше потенциала. То, что пишут другие люди на форумах, на сайтах, то, что они говорят, это их субъективное мнение, это их субъективный опыт, это их неудачное отношение, это их неумение строить конструктивный диалог и относиться друг к другу с пониманием, с позитивом, с уважением. Это у них отсутствие взаимопомощи, отсутствие поддержки, отсутствие, может быть, взаимовыручки и прочее, и на их негативный опыт оглядываться не стоит. Часто бывает так, что мужчина, когда его женщина беременеет, теряет к ней интерес, потому что интимные отношения вроде как вредны, хотя они вообще-то считаются на определенном этапе беременности даже полезными. Сама женщина теряет свою привлекательность, хотя некоторые мужчины даже могут быть, когда женщина беременна. Ну, это уже очень индивидуально. И вообще появляются довольно-таки хлопотные моменты, которые, да, действительно быть, значит, способен разбить лодку любви. Да. Но, в действительности, для того, чтобы вот все вот эти вот возможные нюансы в своей современной жизни пройти с достоинством и не расстаться, нужно не так уж и много, на самом деле. Нужно всего лишь навсего, кроме любви друг к другу, кроме вот чисто любовных ощущений, иметь еще и что-то другое. Взаимоважение, поддержка, понимание, дружба, доверие и наличие диалога. И вот основная проблема людей заключается в том, что когда пара заключает брак, у них кроме отношений женщина-мужчина, в узком смысле этого слова, больше ничего нет. Мужчина-женщина в данном случае выступает на уровне чисто полового принадлежности. И, соответственно, на этой почве появляются отношения жена-мужчина, это уже больше хозяйственные, хозяйственные отношения. То есть, там жена готовит еду, там, допустим, убирает, мужчина работает или вместе работают, что-то еще. И, таким образом, получается, что отношения мужчины и женщины, то есть, вот эти вот чисто любовные отношения, они, как бы, проходят со временем. Ну, то есть, вам, наверное, говорили, что любовь – это не вечное чувство, что она потом трансформируется во что-то другое. Так вот, любовь – это страсть проходит, а после нее ничего не остается больше. Не остается взаимопонимания, не остается уважение, не остается диалога, не остается общения, доверие, потому что кроме страсти людей больше ничего не связывает. И так получается, что когда страсть уходит, остается только быть. И да, безусловно, быть людей связывает, но связывает на негативной основе. Связывает на… Именно в буквальном смысле. В буквальном смысле связывает. И из-за этого и возникает все то, о чем вы читаете. Из-за этого возникает все то, что вы, чего вы так боитесь. Если вам хочется, чтобы у вас ничего этого не было, то сейчас, пока вы со своим молодым человеком еще молоды, еще не в браке, еще, так сказать, хозяева сами себе, никому ничего не должны особо, то есть ни друг к другу, у вас нет в смысле общего имущества, общего хозяйства, ни ребенку, вот. Вам нужно строить эти самые отношения. Как именно строить отношения? Быть друг для друга не только мужчиной и женщиной, не только любовниками, но и друзьями, но и партнерами, но и теми людьми, которые доверяют друг другу, ценят друг друга, уважают друг друга, понимают друг друга, понимают интересы друг друга, понимают слабости друг друга, понимают мотивы друг друга, которые могут разговаривать, которые говорят обо всём, у которых нет запретных тем, которые чувствуют себя наисвободнейше друг к другу, которые друг для друга являются родными людьми, близкими людьми, незаменимыми людьми, но которые вместе с тем по отдельности являются самостоятельными, незамисленными личностями, акт воли которых и привёл к такому союзу. И вот если это всё у вас есть, или если вы поставите перед собой цель этого добиться, вот этого, то тогда проблем не будет. Потому что все проблемы, которые происходят в семье между супругами, это от отсутствия ролей, от отсутствия взаимопонимания, доверия и диалога. Люди не умеют разговаривать, в этом – основная проблема. Что касается ребёнка, то здесь ситуация следующая. Безусловно, рождение малыша – это довольно серьезное событие. И безусловно, оно меняет жизнь. Но при грамотном подходе, при умянном распределении обязанностей по уходу за ребёнком, а ведь это не только ваш ребёнок, и ребёнок вашего мужчины тоже. Так вот, при грамотном распределении обязанностей, это будет не так сложно, как описываться на форуме, потому что люди пишут, исходя из чего. Мужчина целыми днями на работе, пришёл, на диван лёг и до ночи, ночью уснул, утром опять на работу. С ребёнком мужчина не сидят, ребёнком мужчина не заниматься, ребёнком мужчина не интересуется, из-за этого он целиком и полностью на женщине. Вот из-за этого и возникает такое ощущение и такая реальность, что поход в душ, это как театр. При умелом построении взаимных обязанностей по уходу за ребёнком, при совместном желании этого ребёнка, при любви к нему, при готовности к его появлению, ничего этого нет. Потому что вам помогает ваш мужчина, вы распределяете свои обязанности по уходу за ребёнком и таким образом, как бы, компенсируете за счёт друг друга те минусы, те нюансы, те недостатки, которые приносят вам появление этого ребёнка на свет. Дальше. А если мама женщин готова стать мамой, готова довести ребёнка, готова родить, то это одночасто испытывает потребность в ребёнка. Потребность в том, чтобы начать играть роль матери. Для этого необходимо на достаточно серьёзных уровня реализовать остальные потребности, то есть реализовать себя как личность общественную, реализовать себя как женщина по отношению к мужу, конечно, ой, к мужчине, так прошу прощения, конечно, не полностью, но в большей части, то бы вы почувствовали, то бы вы уже нагулялись, то вы сделали всё, что вы хотите в жизни. Ну, я имею в виду, изможили какие-то свои мечты там, да, вели активный образ жизни и прочее, то вы хотели, что вы чувствовали, что вы хотите остепениться, что вы хотите завести детей. Нужно, чтобы вы были готовы к браку, готовы к материнскому, родительству, чтобы чувствовали пары к этому, чтобы чувствовали желание к этому. И если сейчас вы ощущаете, что не готовы, то значит, что вы ещё не готовы. И время ещё не пришло. А если вы боитесь заключать брак с мужчиной, то здесь нужно понять. А чего вы, собственно говоря, боитесь? Боитесь быта? Боитесь ссор? Боитесь от чего-то ещё? Но, чуть ранее я описал, как от этого избавиться. Не надо, не нужно бояться. А если вы чувствовали, что мужчина рядом с вами тот самый человек, с которым вы готовы прожить всю свою жизнь, в котором вы хотите прожить всю свою жизнь, с которым вам можно положиться, которым можно доверять, который всегда придёт на помощь, который ценит вас, любит, ставит ваши интересы, превыше всего, превыше своих, то это тот самый мужчина, это тот самый человек, с которым, на которого, до которого можно вытянуть. А боитесь с вами не брак, а боитесь с вами перемены в своей жизни, боитесь с вами изменений каких-то. Но это нормально, ведь изменения любые, это всегда смена, смена определённых обстоятельств с неопределёнными, а неопределённые абсолютно выражают нехарактерные линии поведения. И сознанию нужно адаптироваться к этому. Человеческий организм всегда сходить к стабильности, к однородности ситуации жизни, на глобальном уровне, Вы пишите, что вы активист, это безусловно хорошо, но речь сейчас идёт про изменение вашей жизни качественно, про появление в вашей жизни ответственности, это всегда немного страшно. Но, если вы знаете, что человек обладает теми качествами, которые были названы выше, то смело выходите замуж. Вы абсолютно не заметите перемен в вашей жизни, если вы живёте вместе, если вы уже, точнее, живёте вместе, вы не заметите пример в вашей жизни. Просто вы официально закрепите свои отношения и будете чувствовать себя защищённой, будете чувствовать себя, как бы, полноценной женой. А это скорее плюс, чем минус, чем минус. И, наверное, в заключение надо сказать так, что изначально люди живут для себя. Они живут всегда для себя. И вам нужно полить для себя достаточно, чтобы вы поняли, что больше для себя жить не хотите. Чтобы у вас появилось ощущение, что вам нужно чего-то больше, чем для себя. Чтобы вы, как бы, переросли это. Чтобы вы стали, чтобы вы выросли личностно настолько, чтобы готовы быть жить не для себя, а для кого-то. Для этого нужно, для этого необходимо немного вырасти личностно, достигнуть определённого, определённого состояния. И не нужно торопить это. Когда будете готовы, вы почувствуете. Вы почувствуете это желание и ничем его не перепутаете. И тогда, что, что произойдёт в вашей жизни, будет естественно и правильным. И все трудности, с которыми вы столкнётесь, будут для вас не страшными. Потому что вы знаете, что у вас будет ребёнок, который будет для вас самым дорогим существом на земле. Но для этого, сперва, нужно восстать к этому готову. Для этого нужно вырасти личностно. Для чего стоит пожить на себя и как можно более полно реализоваться в жизни. На этом я желаю вам удачи, я желаю вам счастья, я желаю вам радости. Я желаю вам смелости и храбрости, чтобы воспринимать изменения вашей жизни. И если какие-то вопросы возникнут, обращайтесь в личку. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок